Проблема укомплектованности медицинским персоналом Славянской центральной районной больницы по-прежнему остается острой. Для того, чтобы привлечь специалистов, районной властью реализуются меры социальной поддержки медицинских сотрудников. Какие результаты это приносит, смотрите в следующем материале выпуска. Сегодня в системе здравоохранения Славянского района работает около полутора тысяч человек. К сожалению, комплектованность с кадрами составляет чуть более 70%. Для того, чтобы привлечь специалистов работать в наш муниципалитет, администрация района продолжается реализация мер социальной поддержки медицинских сотрудников. Таких, как частичная компенсация расходов за аренду жилья, постановка в очередь на получение служебного жилья, предоставление земельного участка, предоставление внеочередных мест в детских садах, компенсация за оплату услуг ЖКХ. Кроме этого, действуют федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Благодаря всем формам поддержки, часть вакансий удалось закрыть. Несколько врачей приехали работать в наш район из Донецкой Народной Республики. Одна из них – Алина Псарева. Начинала как молодой специалист, а сейчас уже является заведующей терапевтическим отделением Славянской стоматологической поликлиники. Переехала в Славянск на Кубань в 2020 году. Переехала я с Донецкой Народной Республики, с города Донецка. Закончила национальный медицинский университет имени Горького в 2019 году и там же окончила интернатуру в 2020 году. То есть сразу после получения наших дипломов мы приехали сюда, поговорили с руководством. Руководство было очень доброжелательным. Спокойно приняли нас на работу. Всему молодой специалист, ничего не знаешь, ничего, ну так кажется, ничего не умеешь. Все пошли навстречу, врачи, персонал, руководство. Все помогали, все были отзывчивыми. Ну вот уже четвертый год на том же месте. Все великолепно. В прошлом году в Славянскую центральную районную больницу были приглашены и трудоустроены 14 специалистов с высшим профессиональным медицинским образованием. 15 специалистов со средним медицинским образованием. После целевого обучения приступили к работе 5 молодых докторов. Я работаю с 1 сентября по привычке студенческой. И да, я получила направление. Я когда училась в школе, взяла целевое направление в Славянской ЦРБ. Отучилась 6 лет, ну как положено, сдала экзамены, аккредитацию и стала работать сразу уже, в принципе, после аккредитации практически здесь по направлению. Работа мне нравится. Благодарные пациенты, которые говорят спасибо и становится действительно приятно. И ты понимаешь, что ты не зря выбрал эту профессию. В этом году на целевые места в Кубанский государственный медицинский университет уже претендует 14 выпускников школ. Для ребят это возможность получить востребованную профессию. Для медицинского учреждения – молодого специалиста, который гарантированно вернется работать в свой район. Всего в период с 2024 года по 2029 год должны приступить к работе в центральной районной больнице 38 врачей-аккредитантов. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».